Стопхам будет жить! Верховный суд отменил ликвидацию движения по жалобе его представителей. Стопхам получил скандальную известность после многочисленных потасовок с автомобилистами. Один из последних нашумевших эпизодов это февральская потасовка активиста движения с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым. Минюст попросил ликвидировать движение и за более грубые нарушения, например, за непредоставление финансовых документов. А вот поводом для обжалования стало то, что решение о ликвидации Стопхама вынесли без вызова активистов в суд. Но при этом борцы за чистоту автомобильного движения заявили, что готовы исправить все нарушения. Мы были уверены в том, что справедливость восторжествует, потому что претензии, которые были предъявлены Минюстом, были чрезмерными, необоснованными. Для обывателя, может быть, не совсем понятно, но грубость была в наших нарушениях доказана. И она заключается в том, что мы дважды, по одному разу каждого документа не подали отчетность, это формальные признаки. И несоназмерность нарушений заключалась в том, что если бы вы, уважаемые зрители, где-то выкинули на улицу бумажку, то по идее, по схожему решению вас бы посадили на 25 лет. Или казнили, если бы такая норма была в российском законодательстве. Идите отсюда! Слушай, я тебя сейчас, блядь, перебиву, уйди, нахуй туда, блядь. А если мы эту биту отнимем и что-то тоже сделаем? Слушай, я тебя сейчас, блядь, перебиву, уйди нахуй туда, блядь.